посмотрите какой необыкновенный мармелад получился по итальянски называется мармелад мармелад по-русски это будет типа варенье варенье только в нем перец острый перец и яблоки необыкновенно очень вкусно запеченным мясом в духовке свининой говядиной курицей индюшкой попробуйте не пожалеете никакой кетчуп не нужен ну а с сырами это просто за уши не оторвать вкусня необыкновенная привет друзья меня зовут ольга и вы на моем канале а мне нравится кушать так сегодня хочу приготовить вместе вместе с вами варенье из перца яблок пикантное пикантное варенье для того чтобы кушать его с сыром некоторым нравится даже с мясом и так начало вот такую вот формочку я застерила бумагой любую берите какая у вас есть мы запечем перцы запечем для того чтобы снять с них кожицу кожицу которая очень плохо действует на наш организм она дает проблемы желудку поэтому я эту кожицу хочу удалить у кого проблем нет может спокойно этот так сказать маневр пропустить и начать со следующего когда мы начнем все резать и готовить для нашего варенье и так отправляем в духовку вот в таком вот виде на полчаса когда убил и увидите что сверху появилась темные пятна что он запекся вынимайте и кладите бумажный пакет в любой пакет от хлеба от от который у вас есть этот пакет мы положим в целлофановый пакет через 20 минут когда остынет перец можно спокойно снять великолепно кожу и очистить его от семян перцы у меня запеклись прекрасно я сняла с них кожу и оставила вот этот вот сок который из них вытекал потому что это важно для нашего варенья теперь порежем их на кубики порежем яблоки я порезала вот на такие меленькие кубики здесь 200 грамм 200 грамм голдена вот такое большое яблоко у меня пошло полностью и я засыпала его 100 грамм сахара и пол ли сока полу лимона и оставила на всю ночь вот столько сока он яблочки выделили посмотрите вот столько сока теперь я соединю их с перцами я соединила значит мелко нарезанные яблоки 100 грамм сахара и 300 грамм нарезанных перцев что я вам хочу сразу сказать я приготовила два огромнейших перца очень с толстым с толстыми стенками если у вас перцы не очень большие берите во первых перцы должны быть такие мясные как называется такие толстенькие и их должно быть хотя бы 4 делайте 4 если останется прекрасно можно съесть и приготовить любой соус с ними поэтому пропорции у нас такие 200 яблок 300 перца и 100 грамм сахара и теперь отправляем это все на управляем все в эмалированную кастрюлю с толстым дном добавим чуть-чуть соли перемешаем и оставим на среднем огне тушиться что я вам скажу если вам нужно делать большие пропорции отталкиваясь от моих пропорций потому что у меня пропорции маленькие нам хватит этого и на целый месяц потом можно всегда сделать увеличивайте всегда в два раза в два в три в четыре столько сколько нужно умножайте и делайте ваши пропорции теперь специи специи можно какие сюда добавить любые которые вам нравятся которые сочетаются с яблоком и естественно с перчиком я добавлю немножко перца этого жгучего перца добавляйте по вашему вкусу можно конечно добавить и настоящий жгучий перец но для меня это слишком сильно потому что я боюсь этих перцев их нельзя попробовать какой он жгучести что кто разбирается очень хорошо в таких жгучих перцах и который не боится очень сильные пикантности может добавить вот эти жгучие перцы я на самом деле просто обойдусь вот таким потому что это я использую каждый день я знаю жгучесть этого перца и мне это подходит для меня это достаточно всегда делайте это все по вашему вкусу чуть-чуть я добавила корицы на немножко потому что мне не нравится очень сильно и еще что я хочу показать гвоздика вот я отправлю одну но вот эту вот всю массу отправлю одну и этого будет достаточно потому что гвоздика она очень сильный такой продукт что дает сильные акценты поэтому я отправлю один гвоздик ну и все и теперь будем смотреть иногда помешивать сколько минут пройдет кому сколько будет достаточно времени для приготовления этого всего еще я хочу вам показать сейчас я добавлю немножко уксуса яблочного яблочного уксуса но у меня он темный потому что он настойный в бочках как бы называется баррикад а как вот коньяки настаивают так у меня вот этот австрийский уксус яблочный очень вкусный ищите уксус вкусный яблочный и добавляйте чуть-чуть кстати вы можете его добавить вместо лимона если у вас нет лимона в яблоке когда вы их чтобы они не темнели потому что будет тот же самый эффект что с лимоном или если не хотите добавлять уксус добавьте чуть-чуть побольше лимончика не пол лимона все прошло 15 минут и мое пикантное варенье из перцев и яблок готова конечно если вы не будете запекать перец в духовке а будете использовать его свежим нарезанным на кубики тогда у вас будет больше времени уйдет на приготовление этого варенья и сейчас что мы можем сделать кто хочет можем перебить его чуть-чуть не все а чуть-чуть вот такой вот такое варенье прекрасное у нас получилось я уже попробовала очень и очень вкусная любителям пикантности советую сразу же попробовать потому что рецепт быстрый ничего сложного в нем нет но очень очень и очень вкусно тем более сейчас уже начинается зима и вот такой вот пикантный бутерброд сыром и с таким вареньем я думаю скрасит ваш прекрасный вечер если вам понравился мой рецепт пальчик вверх ставьте лайк записывайтесь на мой канал будет еще много и много новых рецептов я я с вами прощаюсь на этом до следующих встреч друзья мои пока а а у у у у у у у Продолжение следует...